Мария, добрый вечер! Рада приветствовать вас на фестивале Охота. Расскажите, пожалуйста, об истории создания вашего коллектива. Наша группа была создана в 2009 году в городе Череповец. Ну, собственно, благодаря мне, потому что я уже с детства писала стихи и музыку, и мой папа помог мне найти музыкантов, и мы начали творить. Как вы оказались здесь сегодня в Петербурге на охоте? Мы попали в сборник Охота 29. Олег Гробко нас пригласил на этот замечательный фестиваль. Этот путь от совершенно неизвестной никому команды из Череповца до сцены охота, он вообще сложный? Насколько он тернистый? Ну, он, наверное, сложный, но приятный, потому что сцена дает очень положительные эмоции. Я очень люблю выступать и дарить свое творчество людям. У вас команда большая, кто с вами еще играет? Кто вам аккомпанирует? Данил Михайлов барабанщик, Артур Тластенкулов гитарист и бас-гитарист Николай Погодин. Собственно, нас четверо. И сколько всего команды существует? Ну, примерно год, чуть меньше даже года. Марья, расскажите, пожалуйста, нам, куда вы вообще планируете выходить, на какие сцены, на какие площадки, в какие эфиры? Как вы собираетесь продюсировать свою команду, ваш профессиональный рост? Ну, сейчас у нас будет большой концерт в нашем городе, 13 ноября. А в конце ноября мы едем в Швецию. Нас туда пригласили русскоязычные клиенты, так скажем. Вот, мы едем выступать туда, а что будет дальше, пока неизвестно. Куда бы вы хотели попасть, кроме сцены охоты? Очень хотелось бы попасть на грандиозный фестиваль нашествия, также воздух. А так, не знаю, везде приятно выступать. Как вы думаете, интернет мог бы вам помочь попасть на фестиваль, например, нашествия? Я думаю, да, потому что, ну, единицы не сидят в интернете, и из интернета, собственно, и узнают о молодых исполнителях. Узнают-то да, но как попасть? Ну, возможно, там есть голосование. Например, в прошлом году было голосование на фестиваль «Окна откройка», там тоже подавали заявку. Ну, к сожалению, мы туда не попали. Ну, а так, ну, только зависит от слушателей, пусть они голосуют. А если бы существовал сайт, некий виртуальный инструмент, который являлся бы онлайн-продюсером, который в себе бы сочетал очень много различных функций для молодых музыкантов, который позволял бы попадать в эфиры живых радиостанций на различные фестивали, насколько бы это было сейчас востребовано и интересно? То есть попадать именно, минуя продюсеров, всех программных директоров, именно народным, честным, объективным отбором? Я думаю, это самая здоровская штука, которая могла бы быть. Ну, на сегодняшний день эта штука есть, мы как раз являемся ее представителями. Это онлайн-продюсерок ТОПКОМ. Мария, ну и напоследок, скажите, пожалуйста, что-нибудь молодым музыкантам, те, которые еще не пробились даже на такой уровень, вот даже на питерский? Ну, я думаю, самое главное – это верить в себя и также пытаться, пытаться и пытаться творить. Не ради каких-то там денег или чего-то другого, такого не очень хорошего, а ради просто своего удовольствия и ради того, чтобы поделиться своим творчеством с людьми. А вы как музыкант, зная, что есть такой онлайн-продюсер, что бы хотели видеть на этом сайте? Ну, возможно, другие коллективы, которые также хотят продвинуться. Побольше информации о коллективах, побольше их песен, также обновления, какие там новости, где они выступают, чтобы, возможно, ходить на концерты и так далее. И большую-большую кнопку попасть в эфир этой радиостанции и попасть на эту большую сцену. Да. Эта кнопка на сегодняшний день тоже есть. Может быть, вы нам напоследок что-нибудь исполните? Бродяги, проснувшись, летят к поездам, чтоб вновь уехать в Париж, Амстердам, где люди другие, где ищут тепла, где страхи все дикие, на чувствах сила. Там носят колечки, чтоб руки болели, большими здороваясь в небо смотрели. Запомнили этот периметр воли, она не играет теперь прежней роли. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ